Мы уже приготовились к тому, чтобы продолжить обсуждение мемуаров Марсела Жукова, но неожиданно произошло следующее. Президент Путин поручил подготовить изменение в закон, российский закон о уеквечении победы в Великой Отечественной войне, направленное на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. В связи с чем я хотел бы спросить Виктора, попросить Виктора прокомментировать эту новость. Секундочку. Да, говорите. Начинаю издалека, с Дальнего Востока. Родиться меня угораздило на Дальнем Востоке, в дальнем-дальнем военном гарнизоне. У моего друга Алексея в жизни был точно такой же старт в тех же самых краях, только много лет спустя. Понятно, друг друга мы никогда не знали. Уж больно велик Дальний Восток. Телевидения в годы моего детства еще не было. Было кино. Там у нас крутили те же самые фильмы. «Чапаев», «Смелые люди», «Застава в горах», «Падение Берлина». И потом снова «Смелые люди», «Чапаев», «Застава в горах», «Падение Берлина». И вот, однажды после очередного просмотра фильма «Падение Берлина» я обратил внимание на некоторую странность. Гитлер и Сталин, главные герои этого фильма, как-то странно одеты. Вокруг них полководцы в золотых погонах, увешаны орденами, как елочки новогодние. А товарищ Сталин и портай-геносик Гитлер в скромных полувоенных одеяниях без всяких наград и знаков различия. Шли годы, а этих совпадений в образах Гитлера и Сталина при внимательном рассмотрении становилось все больше. Через много-много лет я написал книгу «Ледокол». Пробовал эту книгу читать, чтобы записать это все на магнитофон, но вдруг понял, что текст писанный и текст, который человек воспринимает на слух, это совсем разные вещи. На слух очень трудно воспринимается, поэтому я не стал читать «Ледокол», а стал просто его пересказывать. Вот это четыре диска здесь, и начинаю я свой рассказ не так, как начинаю книгу. Я сравниваю Сталина и Гитлера. Я делал то, что гражданин Путин сейчас пытается запретить. И вдруг у меня получилось какое-то странное совпадение. Вот Сталин, вот Гитлер, казалось бы, что общего между ними, однако у Гитлера красный флаг. И у Сталина красный флаг. Гитлер правил от имени рабочего класса. Партия Гитлера называлась рабочей партией. И Сталин тоже правил от имени рабочего класса. Его система власти официально именовалась диктатурой пролетариата. Гитлер ненавидел демократию и боролся с ней. Сталин ненавидел демократию и боролся с ней. Гитлер строил социализм. Сталин строил социализм. Гитлер считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути неправильными. И Сталин считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути отклонением от генеральной линии. Соратников по партии, которые отклонились от правильного пути, таких как Риэм и его окружение, Гитлер беспощадно уничтожал. Сталин тоже беспощадно уничтожал всех, кто отклонился от правильного пути. У Гитлера четырехлетний план развития промышленности. У Сталина пятилетние планы. У Гитлера одна партия у власти, остальные в тюрьмах и лагерях. У Сталина одна партия у власти, остальные в тюрьмах и лагерях. У Гитлера партия стояла над государством. Страной управляли партийные вожди, гауляйтеры. И у Сталина партия стояла над государством. Страной управляли партийные вожди, секретари райкомов, обкомов, крайкомов, первые секретари коммунистических партий республики, республик разных. А на вершине пирамиды тоже стоял секретарь. До мая 1941 года товарищ Сталин не занимал вообще никаких государственных постов. Он был всего лишь секретарем политической партии. У Гитлера съезды партии были превращены в грандиозные представления. И у Сталина тоже. Главным праздником в империи Сталина были 1 мая, 7 ноября. В империи Гитлера 1 мая, 9 ноября. У Гитлера Гитлерюгенд. Молодые гитлеровцы. У Сталина комсомол. Молодые сталинцы. Сталина официально называли фюрером, а Гитлера вождем. Ой, простите. Сталина вождем, а Гитлера фюрером. В переводе то же самое. Гитлер любил грандиозные сооружения. Он заложил в Берлине самое большое здание мира. Дом собраний. Купол здания 250 метров в диаметре. Главный зал должен был вмещать от 150 до 180 тысяч человек. И Сталин любил грандиозные сооружения. Он заложил в Москве самое большое здание мира. Дворец Советов. Главный зал у Сталина был поменьше. Зато уж все сооружение было куда выше. Здание высотой 400 метров было как бы постаментом, над которым возвышалась 100-метровая статуя Ленина. Общая высота сооружения 500 метров. Работы над проектами дома собраний в Берлине и Дворца Советов в Москве велись одновременно. Гитлер планировал снести Берлин и на его месте построить новый город из циклопических сооружений. Сталин тоже планировал снести Москву и на ее месте построить новый город из циклопических сооружений. Для Германии Гитлер был человеком со стороны. Он родился в Австрии и получил германское гражданство незадолго до прихода к власти. Сталин для России тоже был человеком со стороны. Он не был русским, не был славянином. Родился и вырос в Грузии. Иногда, очень редко, Сталин приглашал иностранных гостей в свою кремлевскую квартиру. И те были потрясены скромностью обстановки. Простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло. И Гитлер показал поместить в прессе фотографию своего спартанского жилища. Мир был потрясен скромностью обстановки. Простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло. Только у Сталина на сером одеяле черные полосочки, а у Гитлера белые. Между тем, в уединенных местах среди сказочной природы товарищ Сталин возводил весьма уютные и хорошо защищенные резиденции крепости. И ни одна из них никак не напоминала келью отшельника. Это были дворцы. И Гитлер в уединенной горной местности на юге страны, среди сказочно красивой природы, возводил неприступные резиденции крепости. Не жалел на них ни гранита, ни мрамора. Ни одна из этих резиденций никак не напоминали келью отшельника. Любимая женщина Гитлера, Гелли Рауболь, была на 19 лет моложе фюрера. Любимая женщина Сталина, Надежда Аллилуева, была на 22 года моложе вождя. Гелли Рауболь покончила самоубийством. Надежда Аллилуева тоже. Гелли Рауболь застрелилась из гитлеровского пистолета. Надежда Аллилуева из сталинского. Обстоятельства смерти Гелли Рауболь загадочны. Ох, не все тут просто. Существует версия, что ее убил Гитлер. Обстоятельства смерти Надежды Аллилуева тоже загадочны. Существует версия, что ее убил Сталин. Гитлер говорил одно, а дело другое. Ну, как Сталин. Гитлер начинал свое правление под лозунгом «Германия хочет мира», а затем захватил половину Европы. Сталин боролся за коллективную безопасность в Европе. Не жалел на то ни сил, ни средств, а затем захватил половину Европы. У Гитлера Гестапо. У Сталина НКВД. У Гитлера Освенцим. Бухенвальд. Тахау. У Сталина Гулах. У Гитлера Бабиер. У Сталина Медная, Катень, Холодная гора. Места массового истребления людей. Гитлер уничтожал людей миллионами. И Сталин миллионами. Гитлер не обвешивал себя орденами. И Сталин не обвешивал. Гитлер ходил в полувоенной форме без знаков различия. И Сталин тоже возразят, что потом Сталина потянуло на воинские звания, на маршальские лампасы, на золотые эпулеты. Это так. Но Сталин присвоил себе звание маршала Советского Союза в 1943 году после победы под Сталинградом, когда стало окончательно ясно, что Гитлер войну проиграл. В момент присвоения звания маршала Сталину было 63 года. Маршальскую форму Сталин впервые надел во время Тегеранской конференции, когда встречался с Рузвельтом и Черчиллем. Здесь мы не можем сравнивать Гитлера и Сталина просто потому, что Гитлер не дожил ни до такого возраста, ни до таких встреч, ни до таких побед. А в остальном все совпадает. Сталин без бороды и Гитлер без бороды. Сталин с усами и Гитлер с усами. В чем же разница? Ах, разница в форме усов. Это мое сравнение вошло уже в оборот. Люди повторяют. Разница между Гитлером и Сталином в форме усов. Уже никто не вспоминает, где, когда и кем это было сказано. Вот этим я горжусь. Это сравнение я встречал уже и в Германии, и в Болгарии, и в Польше, и в Канаде. Это мой личный вклад. Это сравнение, мой вклад в изучение и популяризацию знаний о Второй мировой войне, об ее истоках и ее виновников. Между Гитлером и Сталином была и более существенная разница, чем форма усов. Майн камф. Весь мир. Об этом говорил товарищ Троцкий, товарищ Ленин и товарищ Сталин. Они говорили, что мы идем на завоевание мира. Вот плакат 1934 года. В этот момент Сталин уже утвердился на вершинах власти. Без прямого приказа Сталина никто бы никогда не решился бы такие плакаты рисовать, никто бы не решился обклеивать им стены. Весь мир будет наш. Это лозунг товарища Сталина. Ну, это просто плакат. А давайте обратим внимание на герб Советского Союза. Это не плакат. Это официальный символ страны. И вот что интересно. Это герб Советского Союза. Но на этом рисунке, смотрим на этот герб, а тут Советского Союза нет. Понимаете, здесь нет Советского Союза. Ибо символы коммунизма, серп и молот наложены на весь земной шар. И никаких границ тут нету. Весь мир, весь земной шар – это один единый Советский Союз. И вот гражданин Путин решил в законодательном порядке запретить сравнивать деяния Сталина и Гитлера. Однако, еще Георг Вильгельм Фридрик Гегель знал, чему кладется запрет, тому ничто не препятствует. То есть вы что-то запрещаете, и все. И этим вы открываете дорогу. Это как, посмотрите, глупые американские правители запретили использовать наркотики. Существует... Они тратят огромные, колоссальные миллиарды на борьбу с наркотиками, а никакого результата нет. И, следуя им, правители других стран тратят миллиарды, миллиарды и миллиарды, и в том числе и России результатов нет. Повторяю, чему кладется запрет, тому ничто не препятствует. Не знаю, где учил гражданин Путин основы элементарной человеческой психологии, но вот этого простого психологического правила он не знает. Об этом же говорит и народная мудрость. Запретный плод слада. Поэтому, гражданин Путин, запрещай еще. За этот запрет я лично объявляю тебе благодарность. Запрещай фильмы. Запрещай знания войны. Запрещай печатать книги, которые противоречат твоей пропаганде. Этим Путин делает подарок Марку Солонину, Алексею Собченко. Он делает подарок лично мне и другим исследователям запрещенных тем.